Депутат Верховной Рады, 8-го созыва, бывший член делегации в ПАСЕ, автор телеграм-канала «Березовый сок» Борислав Береза. Здравствуйте, Борислав. Добрый вечер. Да, шалом, шалом, приветствуем вас. Борислав, вот мы тут обсуждаем вопрос, как Путину докладывают об очередном подвиге, вот как в Белогоровке, например, что они не смогли форсировать Северский Донецк и потеряли там такое количество, сколько там, 73 единицы бронетехники, включая 10 танков, и положили целую батальон на тактическую группу. Как ему об этом сообщают, на ваш взгляд? Как вы, вот вы можете себе это представить, как ему сообщают об этом и как он на это реагирует? Я подозреваю, что происходит это традиционно. Герасимов с Шойгу приходит к нему и говорит, Владимир Владимирович, вы себе в бункере интернет провели? Он говорит, нет. Тогда рассказываем, у нас все супер. А если серьезно, послушайте, либо он находится в заблуждении, в чем я сомневаюсь, я думаю, что он все хорошо знает, либо ему плевать на россиян, на жертвы, на то количество погибших россиян, покалеченных, попавших в плен, и то количество техники, которая выбрасывается. Потому что мы на днях отмечали 200 самолетов, 1200 танков. Это за 80 дней, но я вам хочу честно сказать, Россия не теряла за все войны за последние 30 лет, столько, сколько потеряла за 80 дней. А жертв уже в два раза больше, чем Советский Союз потерял в Афганистане за 10 лет. Ну то есть, что я могу сказать? Я думаю, что все-таки циничное отношение к людям, как к инструментарию, ни больше, ни меньше, помогает Путину воспринимать все эти жертвы, не как жертвы, а как, ну, нет и нет. Как там Жуков говорил, бабы еще мужиков нарожают. Да, бабы новых нарожают. Но он же, видимо, себе представляет, что это во имя некой святой, сакральной цели, поэтому никакие жертвы не важны здесь, в этой ситуации. Надо идти к этой сакральной цели, и чтобы все вот попали в рай. Знаете, мы можем идеализировать Путина, говоря, что есть сакральная цель. На самом деле все абсолютно примитивно. А Путин пытается потешить свое чувство собственного величия. Он хотел присоединить Украину, возможно, Молдову, еще несколько стран. И вдруг на Украине все закончилось. Притом не просто закончилось, а начинается развиваться по крайне хреновому сценарию для Путина. И чувство собственного достоинства, которое у Путина раньше было размером со штат Техас, вдруг превращается в пятикопеечную монету. Потому что оно извлено. Именно поэтому он и бросает людей. Это не какая-то сакральная жертва. Это не какое-то там беззаветное служение интересам России. Он хотел войти в историю как Владимир-земель-объединитель. А вошел как проигравший начало войны в Украине, а потом проиграет и окончательно войну за Россию. Но вы знаете, мы недавно с моими друзьями историками проводили сравнительный анализ войны, которая сейчас в Украине, со Второй мировой войной. Даже, может, с Великой Отечественной войной. Нет проблем. Так вот, очень интересно получилась история, что у нас уже есть свой Сталинград. Это битва за Харьков. У нас уже есть своя Брестская крепость. Это Азов-Сталь. Да, мы даже это назвали Масада. Это уже даже не Брестская крепость. Это у нас сейчас превращается в Масада, но я надеюсь, что закончится совершенно иначе. Я не хочу, чтобы герои погибли, пусть даже так, как погибли герои Масады. А вот дальше очень интересная история. Дальше история показывает, что была Курская дуга, которая произвела перелом окончательной войне, и дальше нацисты проиграли. Будет ли Курская дуга, что мне подсказывает, что да, будет. Но смотрите, мы же знаем, что Сталинград закончился плохо для Гитлера. Точно так же Сталинград закончился плохо для Харьков. Не взяли россияне. Точно так же закончится и Курская дуга. Борислав, вы намекаете на возможное окружение в изюме российской группировки? Я думаю, что большая битва с большим использованием техники. Поверьте, я как человек, который нахожусь на фронте, на передовой, это война артиллерии и танков. Это война, где пехота лишь номинально участвует. Она обязана заходить в населенные пункты для того, чтобы танки не расстреляли. Она обязана окопаться и держать позицию, чтобы не продвинулся вперед враг. И она нужна. Но в основном всю работу делает артиллерия и танки. У меня был момент, там 320 приходов по нашей позиции за час. 320 приходов. Это больше пяти снарядов в минуту. Поверьте, это очень много. И очень тяжело находиться под этим. Но это артиллерия. Она выбивает пехоту, она выбивает другую артиллерию, танки, противника. То есть сейчас идет совершенно другое. Так вот, будет на Донбассе большая битва, в которой сойдутся техника. Техника Советского Союза, которая будет в России, и техника коллективного Запада. И вот я считаю, что победит не техника. Победит воля к победе, героизм и понимание, за что мы сражаемся. Наша воля к победе сильнее, чем у россиян. Мы доказали это под Киевом, мы доказали это под Харьковом. Мы доказали это везде. Про победы я немножко, может быть, уйду в сторону. Но мне кажется, тема тоже немаловажная. Евровидение. Там тоже победа случилась. Поздравляем вас и, в общем-то, всех украинцев с этим. Вот скажите, пожалуйста, на передовой для солдат, насколько важна и нужна эта победа, насколько она ощущается? И вот многие же говорят, что политический конкурс и так далее, это уже все заштампованное. Но как вы считаете, правильно ли было отдавать победу в Украине вот в ее сегодняшнем положении? Ваше личное мнение просто. Что значит отдавать победу? Голосовать за Украину. Мы понимаем, что это делали люди. Победа? Сегундочку. Давайте так. Хороша ли песня «Мама Стефания»? Хороша. В современных ли она трендах хип-хопов? В современных трендах. Она понравилась людям, они проголосовали. Играло ли роль то, что Украина сейчас показывает всему миру, что она противостоит нацистской России? Да, конечно, сыграло. Потому что эмоции всегда вплетены в искусство. И здесь тоже поддержали Украину, я признаю. Более того, спасибо Израилу. Удара балла хэм. Защитаем из Рим. Чатем роте. Ду-з-пуа. Ду-з-пуа. Да, я просто хочу... Борислав. Минуточку. Вы спрашиваете... Не, минуточку, можно закончить? Спасибо. Да, да. Так вот, вы спрашиваете, важна ли эта победа для воинов на передовой? Нет, не важна. Абсолютно честно говорю. Приятно. Действительно приятно. Для воинов на передовой было важно, что калуш-оркестра сцены Евровидения сказали, спасите Мариуполь, спасите сейчас. Вот это было важно для каждого воина. Потому что для нас было важно, для меня честно, что эти ребята готовы были пожертвовать своей победой. Они были абсолютными фаворитами. Это было известно за сутки до этого. 60% им давали на победу. Так вот, они готовы были пожертвовать. Потому что типа политические слоганы со сценой могут дисквалифицировать. И они рискнули, они обратились. И Google показал, почти в три раза увеличилось количество запросов по тому, что такое Азовсталь. Вот это для нас важно. Потому что 200 миллионов человек услышали это, и в этом, видимо, и заключается самая главная победа на Евровидении. Да, вы знаете, Борислав, вы с нами? Алло. Так, что ты? Да, я слышал. Да, да. Я просто хочу процитировать нашего коллегу Сашу Елина. Он написал по этому поводу, что, как, в общем-то, специалист, что песня, это не музыкальный конкурс. Музыкальный конкурс – это конкурс Чайковского. Это все-таки конкурс песни. А в песне важна не только аранжировка, да, но еще и слова. И в этой песне есть определенные слова. И эти слова связаны с определенным контекстом. И этот контекст вызывает определенную эмоциональную реакцию. И это совершенно нормально и совершенно правильно, что такая песня сегодня побеждает на конкурсе Евровидения. И сотня, сто миллионов европейцев за нее голосуют. Да, вы правы тоже. В любом случае, голосовали за талантливых ребят, голосовали за Украину. Это была поддержка Украине. И мы благодарны всем, кто поддержал нас. Всем. Я хочу сказать, что, знаете, я, честно говоря, не видел конкурса. У нас нет телевидения здесь. Такая ситуация, нет связи, нет телевидения, иногда нет интернета. Мне приходится приезжать на базу для того, чтобы выйти с вами в эфир. Так вот, я хочу сказать, что приятно было увидеть с утра список громадных стран, где граждане отдавали 12 баллов. Приятно, очень приятно было. Ну, а вы говорите, не важна победа, не важна такая победа на передовой. Оказывается, все-таки поднимает этот дух, и все-таки важно. Все-таки важно. Важна, важна. Борислав, я хочу, чтобы вы прокомментировали еще одну новость. Вот сегодня Международный уголовный суд в Гааге, главный прокурор этого суда, Карим Хан, сообщил, что на следующей неделе в Украину для расследования военных преступлений России приедут следователи. 42 следователя – это довольно-таки большая группа. Но, насколько мы знаем, там уже работает огромное количество следователей из самых разных стран, и в том числе и украинских, работают и в Киевской области, и в Черниговской области. Что там происходит? Расскажите нам. Простите, я не могу ничего сказать, потому что я нахожусь далеко, я нахожусь очень далеко от Киева, и я не отслеживаю, что там дело. Я все, что знаю, что там действительно работают следственные группы, они протоколируют преступления, работают криминалисты, подключались дипломаты, подключались западные эксперты, и это действительно они сейчас там работают тоже. Но, насколько я понимаю, должны быть процессуальные соответствия. Для того, чтобы работал трибунал, то должны работать следователи трибунала. Потому что, ну, как бы, этой серии, знаете, как принимает ли Израиль информацию к сведению в суде? Принимает. Но если эта информация официально не представлена, я думаю, это будет рассматриваться как пустые слова. Здесь то же самое. То есть они приедут, они изучат, возможно, возьмут частично доказательные базы, которые собраны до этого времени, если она будет абсолютно доказуема, и она будет абсолютно в правовом поле, и дальше будет использована. Но то, что преступления существуют и совершаются, я могу вам сказать это точно. Притом преступления против мирного населения. Мы заходили в села, мы видели разные вещи. Мы видели раздавленный автомобиль Ланос, внутри которого раздавлены были, видимо, люди. То есть то, что там осталось, это ужасно. Мы видели автомобиль тоже расстрелянный отходящей чеченской бригады, которая расстреляла автомобиль, где четыре человека, двое взрослых, двое детей. Я могу вам сказать, у нас недалеко от позиции, далеко достаточно от позиции, за нами достаточно. То есть не на нашей позиции. Прилетел снаряд и убил фермера вместе с работником, которые были, а его сын ранен. Это вот тоже пример. Нет военных вообще, они достаточно далеко от нас. Ну то есть стреляли, они вообще просто создают такое ощущение, что нагнетают ситуацию и пытаются напугать людей. Пытаются просто напугать людей. Преступления против мирного населения это военные преступления. Это не только насилие, это не только бородерство, не только... Много всего есть. Это еще и террор, это еще и террор, чтобы довести всех украинцев до отчаяния, чтобы у них не стало сил сопротивляться. Но вы знаете, люди только злее становятся, я вам серьезно скажу. Вот я не видел пока людей, которые после всего, что произошло, сказали... Может, я просто не общаюсь с ними, вполне возможно, но со мной мои побратимы, которые воюют, или люди, которые в селах, которых мы выбиваем. Не было таких людей, которые сказали... Вы знаете, договоритесь с русскими, чтобы война закончилась. Нам говорят обычно, гоните их, и добавляют еще некоторую ненормативную лексику. Или говорят, перебейте этих всех сук. Вот такое тоже говорят. Более того, мы часто видим слезы радости, когда заходим к людям, они реально видят в нас освободителя от этой нечисти. И люди не хотят мириться. После Бучи, после Мариуполя, Харькова, Киева, после Попасной, после Волновахи, после обстрела Львова, Ивана Франковска, после всего, после вокзала в Краматорске, после роддома в Мариуполе. О чем разговаривать с этими животными? Их надо гнать по полной программе. Эта гнида должна быть раздавлена. Скажите, Борислав, вы можете немножко подробнее, если это возможно, рассказать о ситуации, о военной ситуации, вот там конкретно, где вы находитесь? Ну, я понимаю, что здесь есть ограничения, связанные с военными тайнами, но насколько это может? Что происходит вот там, на передовой, где вы находитесь? Происходит позиционная война. То есть, что такое позиционная война? Это когда противники с обоих сторон, прощупывая оборону, пытаются найти возможность для атаки или контратаки. Фактически, еще раз говорю, идет массированный обстрел. На нас обстреливают грады, ураганы, ноны, саушки, на минометы 120-е, нас обстреливают 152-м калибром. То есть, танки обстреливают. И чтобы вы просто поняли, а пехота не пропускает никого. Мы стоим и держимся. А потом идет ответка, и касятся те точки. Ну, то есть, фактически, это война артиллерии. Я правильно вам сказал. Я ничего не открою вам. А скажите, пожалуйста, нет ли опасности того, что... Я, кстати, слышал это от некоторых обозревателей, что Россия просто сейчас будет закрепляться на тех территориях, которые они заняли, и сами перейдут в оборону, и тогда они получат преимущество обороняющейся стороны, и Украине будет очень трудно переходить в контрнаступление. И таким образом они попытаются эту ситуацию заморозить, затянуть, и дальше просто брать Украину и весь остальной мир измором. Смотрите, в этом никто не заинтересован с точки зрения Украины, именно поэтому у нас противостоит техника. Ну, например, российская техника бьет на 16 километров, а М777 бьет на 31 километр. Поэтому я могу вам сказать, что на некоторых участках фронта, где я нахожусь, мы уже продвинулись вперед. Есть русское выражение «тихой сапой». Знаете, мы «тихой сапой» идем вперед. И вот именно это тот самый случай. Постепенно мы стараемся беречь солдат. Они используют своих солдат как мясо, которое бросается под мясорубку украинской армии. Я не хвастаюсь, я говорю, как есть. Потому что мы, кстати, находили застреленных раненых, когда заходили, застреленных раненых российских. То есть они, видимо, не субъекты огощают себя, когда сбегали, а них просто убивали. Даже не оставляли, чтобы те попали в плен, а убивали. Варвары, еще раз вам говорю, варвары. Знаете, это кто-то опубликовал, кажется... Я прошу прощения. Сейчас россияне будут пытаться действительно окапываться. Это и есть прессионная война. Но поэтому и нужна артиллерия, тяжелая артиллерия, ракетная артиллерия, которая будет их выжигать. Их выжгли, мы прошли вперед. Закрепились, подтянулась артиллерия. Опять. И вот так вот постепенно. Я поэтому и говорил, что ляд-ляд-басовланут. Кто-то опубликовал из военных обозревателей, может быть, даже Христо Грозе. Впрочем, может быть, я столько смотрю всевозможных экспертов, что у меня уже просто это смешалось в голове. Но он говорит, что со ссылкой на западных экспертов, что в России, в российской армии очень низкое соотношение между убитыми и ранеными. То есть обычно раненых там в 3-3,5-4 раза больше, чем убитых. Такова обычно статистика войны. А в России где-то это 50 на 50. То есть вывод можно сделать только один, что они просто не спасают раненых. У них очень плохая аптечка. По сравнению с украинским военнослужащим, очень плохая аптечка. Там дежгуты, там еще какая-то ерунда. А они их просто не спасают. Ну смотрите, я вам кое-что сейчас покажу. Я даже не готовился. Вот у меня при мне сразу же. Я сейчас в форме нахожусь даже, но у меня при мне в любой момент, чтобы я мог использовать турникет сразу же. Для того, чтобы остановить кровь. Да, в втором кармане второй. У меня турникеты. У русских этого вообще нет. У меня аптечка собрана. Ну слушайте, я вам серьезно говорю. Мы заботимся о каждом военном. Наша задача минимальная потеря. У них задача время. Вот помните, в советское время была такая традиция взять что-то, к такой-то дать. Вот она так не осталась. Они берут к датам. А мы зачищаем территорию и бережем жизни своих солдат. И мою жизнь тоже берегут. Потому что я же тоже осознаю, что происходит. Самое главное в этой ситуации, тут даже не то, что у них аптечка плохая или у нас аптечка лучше. Нет, тут несколько другая история. Тут история в том состоит, что они их бросают фактически в лобовые атаки, что абсолютно бредово при обстрелах артиллерийских. И это, ну как бы, это... Ну это на голову у меня не лазит. Я вам честно скажу, я вот общаюсь с многими военными, и они как бы воюют так же давно, и они тоже не понимают, что происходит. Потому что такое ощущение, что идет утилизация российской армии. Я сейчас не преувеличиваю. Я не знаю, может ФСБ работает так, может еще что-то. Но у нас недавно, нам стал давать информацию, это, кстати, можно говорить, все равно не узнают, где это. Нам дает информацию сейчас один из командиров БТГ, потому что он получит потом гражданство европейское, но он не хочет вздохнуть. А он видит, он, командир БТГ, понимает, что с ним будет. Вы понимаете, о чем идет речь? Батальонно-тактическая группа. То есть, на большом уровне и на низшем уровне солдаты понимают, что их используют просто откровенно. И россияне поэтому особенно так не мотивированы. Да. Скажите, Борислав, а всегда ли есть у российских солдат возможность сдаться в плен? Вот в условиях такой позиционной войны. Ведь для того, чтобы сдаться в плен, это нужно правильно выйти на позицию, нужно не попасть под артиллерию, нужно как-то выйти на связь с вооруженными силами Украины. Это достаточно сложно. Вот есть ли у них такая возможность? Я могу сказать, ищущий да обрящий, но я скажу другое. Тот, кто хочет, ищет возможности. Тот, кто не хочет, находит оправдание. Хотят жить, находят варианты и сдаются. Действительно сдаются. А другое дело, что действительно это сложно, это непросто. И поэтому очень многие выбирают альтернативную историю. Например, в Никополе доставлено 42 человека за последние трое суток. Мы получаем информацию, 42 человека за трое суток. У всех ранение ноги, у всех прописано в карточке неосторожное использование оружия. То есть, они предпочитают заниматься самострелом. Могу, воевать не могу. 42 человека. Слушайте, ну это фантастика просто. Очень часто они находятся, то есть, опять же, там же, когда в карточках записывают, а работают там в нашей, по-прежнему еще украинцей, которые информируют нас обо всем. Так вот, записывают, допустим, они все, Калужская область, 5 человек. Ну понятно, что они все договорились между собой, что зачем помирать, давай лучше прострелим ноги. Так проще. Поэтому тут тоже все очень тонко. Да, а вот говорят, что хуже всего ситуация с этими донецкими и луганскими, я даже не знаю, каких назвать, просто которых там нахватали на улицах и бросают в бой, но вот вчера я прочитал информацию о том, что целая группа сторонников русского мира приехали добровольцами на Донбасс воевать, и их просто вот прямо сразу отправили в бой без связи, без координации, без объяснения задач, без подготовки, просто так им сказали, ну, вперед, идите в бой. Они отказались и быстренько уехали обратно на территорию России, потом написали возмущенный пост у себя в своих пабликах, вот что, дескать, что это, что такое происходит, нас просто хотели использовать как пушечное мясо и бросить на украинские пулеметы. Что там происходит? Они хотят засыпать украинцев трупами или они вообще не считают этих донецких за людей? Вот видите, подтверждается моя мысль, что происходит утилизация. Вполне возможно, что там в России кто-то задумался о том, что надо будет вернуть Донецкую и Луганскую область. А кому нужны боевики или там идиоты, которые готовы или умеют убивать и готовы убивать, если Украина их не захочет принять? И придется принимать России. Раз их придется принимать России, то их надо как-то, ну, не знаю, абсорбировать, им надо какую-то абсорбцию обеспечить, их нужно ассимилировать, а лью им никто там делать не будет. Соответственно, они будут что? Убивать, насиловать и грабить? То, что умеют. Поэтому проще их утилизировать. Видимо, так и делают. Других мыслей у меня нет. Но то, что действительно огромное количество людей, которых взяли в мобилизацию просто чуть ли не на улицах Донецкой и Луганской области, которые временно оккупированы, бросают с винтовками Мосина 1800 какого-то волосатого года в касках середины прошлого века. Это правда. Видео лежит огромное количество. Даже у меня на канале я выкладываю видео. И проблема в том, что эти люди, они даже не осознают, что происходит. Они реально пушечное мясо. Именно поэтому мы обсуждаем с военными, что происходит. Ощущение, что их утилизируют. Другого слова нет. Ну, скажите, Борислав, у меня такой вопрос. Как реально помочь Мариуполю? То есть, что сегодня реально? В чем секрет спасения сегодня? То есть, очень много призывов, очень много об этом говорят. И Евровидение опять же. Ну, вот что человек, услышавший это, может сделать? Смотрите. Путин политическое животное. И политическое животное, реагирующее на повестку дня. Но Путин очень хочет получить этот трофей азовцев, мариупольцев, пограничников, засушников, всех, кто там находится, представителей патрульной полиции, которые тоже воюют вместе с ним. И ему хочется получить этот трофей. Но есть один маленький нюанс. Есть все-таки сильные мира сего, которые могут для него достучаться. И ему будет приятно пойти им на уступку, придумав какую-то там отмашку. Ну, например, это глава Компартии Китая господин Си. Например, это может быть Ангела Меркель. Например, это может быть Папа Римский. Это могут быть влиятельные раввины, перед которыми Путин почему-то испытывает пиетет. Поэтому я считаю, что вытащить можно объединенными усилиями. Если будет обращение китайского руководства, это повлияет больше всего. Плюс Эрдоган, плюс все остальные. Это сработает. Да, близкие муниципалитеты. Путин когда к нему обращаются сильные мира сего с просьбой. И он понимает, как чревато будет не выполнить просьбу, допустим, руководства Компартии Китая. Вот близкие азовцев, они сделали пресс-конференцию, обратились к Си Цзиньпину и призвали его спасти мариупольцев. Но я так понимаю, что реакции Китая пока никакой не последовало. Реакция Китая не будет на обращение вдов. Этим должна заниматься власть. Этим должно заниматься руководство Украины. И для этого они должны взять переговорщиков. Тех переговорщиков, которых услышат в Китае. И переговорщиков, которые будут коммуницировать. нужны люди равные по весу политическому. Я просто пытаюсь... Смотрите, человек, который работал в Баранской Ассамбиле Совета Европы, я понимаю, как это работает. И я могу вам сказать, нужны достаточно весомые политические фигуры, которых услышат в Китае. Это кто? А кто это? Та же самая Меркель, еще раз говорю. Это для китайцев она является авторитетом. Есть еще другие политики, есть достаточно большое количество людей, которых Китай уважают. Так вот, я вам хочу сказать, что наше руководство обязано коммуницировать с Китаем и коммуницировать со всеми, кто может помочь, подключиться. Это очень важно. Надо спасать ребят. Они герои. Я еще раз говорю, я не хочу, чтобы история украинской Моссады закончилась так же, как история израильской. Спасибо вам огромное. Спасибо, Борислав. Держитесь там, победа Украине. Спасибо, что находите возможность вообще в этом положении выходить к нам в эфир. Будем надеяться, что мы еще не раз с вами встретимся здесь. Берегите себя. Спасибо огромное. Спасибо вам. И вертитесь тоже. Я желаю, чтобы Израиль как можно скорее избавился от волны терактов, которая все больше и больше заклипает Израиль. Держитесь, израилетяне. Все будет хорошо. Держитесь, украинцы. Все будет Украина. Ну что ж, это был Борислав Березов, депутат Верховной Рады 8-го созыва, бывший член делегации в ПАСЕ, а также автор телеграм-канала Березовый СОК.